Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о книге пророка Осии, мы обратимся сейчас к 14 главе. Собственно, начало той проповеди, которую мы в 14 главе видим, находится чуть выше, в конце 13-й. И поэтому первый стих немножко повисает в воздухе. Тем не менее, он, снова и снова повторяя основную мысль пророка, вот тоже сам по себе достаточно ясен. Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. И, как мы уже много раз говорили, собственно, главная задача, главная функция пророка в том, чтобы призвать людей что-то изменить. Вот он констатирует в сущности факт практически, даже не столько прогнозирует, что опустошена будет Самария за то, что она восстала против Бога своего, поклонялась чужим богам и допустила в своей социальной жизни, человеческих отношениях, жестокость, ложь и кровопролитие. Это все 10 раз разъяснено и, в общем, понятно. Дальше же пророк говорит, обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Тоже очень важная мысль, потому что многим людям-то кажется, что нет-нет, мы не упали, мы наоборот, тут, понимаешь, встаем, поднимаемся, растем над собой, прыгаем выше головы. А на самом деле это падение, падение в ничтожество. Ты упал от нечестия твоего, говорит пророк Осия. Есть от чего обратиться, есть от чего спасать. В предыдущей главе он говорил о том, что именно Бог, единственный спаситель, есть от чего спасать. Ибо ты упал от нечестия твоего. И вот он говорит, возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу. По-видимому, речь идет вот о чем. В те времена существовал, ну, некоторый относительно проработанный, хотя еще не до конца обычай, в каких случаях какая жертва должна быть принесена, кто ее как приносит, священники, левиты и прочее, прочее. И, в общем, человек, у которого приключалась некая потребность в религиозных телодвижениях по отношению к Богу, он брал своего барана, приносил его либо в Весиль, либо в Иерусалим, сдавал соответствующим служителям культа, там, писал в записочке, как мы сейчас делаем, там, напомин души, не знаю, что-нибудь такое, и все, и уходил домой. Вроде как религиозная обязанность исполнена. Но в этом не было встречи с Богом вообще, не было разговора, не было диалога. Это, конечно, магическое отношение к Богу, само собой. Ну, чего удивляться, если такое магическое отношение сформировалось и развелось у Израиля благодаря его поклонению всякой дряни, валом, да? Ну, конечно, они пытаются перенести их дело и на истинного Бога. Но здесь пророк говорит, слова возьмите, поедите к Богу со словами, обратитесь к Нему, говорите Ему, отними всякое беззаконие, прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Потрясающая вещь, потому что пророк говорит о диалоге с Богом. А встреча, этот ведь диалог возможен только, когда, ну, каким-то непостижимым образом ты поднимаешь глаза к небу и входишь в присутствие Бога. Слова возьмите, говорить научитесь. Пророк призывает именно прославить Бога, именно обратиться к Нему с покаянием и с просьбой. Вот он предлагает говорить Богу, говорите Ему, отними всякое беззаконие, и мы, приними во благо, мы принесем жертву уст наших. Мы будем с тобой в диалоге, с тобой разговаривать. Потому что Ассур нас не спасет, и нечего даже на коня садиться. И не будем больше разговаривать с идолами, предлагает пророк, учит пророк своих современников. Потому что у тебя милосердие для сирот. На самом деле радикальный поворот вообще от магического типа взаимоотношений к диалогу с Богом, к личностным отношениям. И вот эти несколько стихов последней главы оси чрезвычайно этим важны, потому что кто-то думает, что мы последовали этому призыву. Так на самом деле нет. На самом деле нет. Пророк-то ведь говорит, возьмите молитвенные слова и жертву уст ваших. То, что из сердца выходит, то, что ты сам говоришь Богу. Мы в очень большой степени слова говорим, но они чужие и ни о чем. И вот Господь обещает, уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них. Бог обещает уврачевать это самое от падения, которое на протяжении всей книги, всей проповеди осени и было явлено как основная причина катастроф. Я буду росою для Израиля, расширятся ветви его, и тогда Ефрем скажет, да что еще мне задело до идолов? Я буду как зеленеющий виноград, от меня будут тебе плоды. Таким образом, вот, Господь обещает своему народу милость, жалость и исцеление и, в общем, призывает, как мы видели в предыдущих главах, быть в милосердии по отношению к ближнему, во внимании и доверии к Богу, и вот теперь в этой главе последняя чрезвычайно важная вещь – быть с Богом в диалоге. Субтитры создавал DimaTorzok